Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас происходит поистине исторический момент, потому что прямо на этой карте под названием Fightful Day, вот с этим замечательным человеком, который наверняка многим знаком, а многим может быть и нет, сейчас я с вами, точнее, с ним вас познакомлю, мы, ну, проводили часы, дни, недели, лет 20 назад, правильно я говорю? Всё верно. Короче, ребят, всем привет, это я, Саня Булкин, а со мной сегодня Игорёк. Всем привет. У которого, правда, всё равно эхо какое-то слышно, ну, ладно, да? Сейчас, сейчас. Короче, если вдруг кто не знает, я пока расскажу, пока Игорь там подастраивает свои девайсы, у него всё-таки, как бы, у тебя же ноутбук же, да, или что? Не, я с компа. А, с компа. Я просто, по-моему, что-то, да, давно на ноутбуке играл. Короче, Игорь, это мой друг детства, мы с ним вместе учились со 2 по 9 класс, и, собственно, человек, которого я знаю больше всего из всех вообще людей, которые сейчас в моём окружении. Слушай, больше 20 лет. Поэтому сегодня у нас АИМка, FightfulDay, АИМка, Dust2 с другом моего детства, и вам этот человек знаком, также на канале BullkingDraft мы вместе шли к кошке, к хелкету копили и, собственно говоря, накопили. Ну чё? Узнаем, как ты играешь. Рэдди, давай прописываем. И понеслась. Первая АИМка, как раз в недавнего времени в CS2 можно стало это самое, играть, ну, создавать свои матчи, потому что... Ээээ, ты чё? Чё булянишь тут сразу? Ты Рэдди прописал? А, нет. Да, прописывай, всё. Короче, всё, сегодня я предлагаю немножко поностальгировать, поспоминать, как мы с тобой это делали в 1.6, потому что FightfulDay, это та карта, не знаю, у меня ассоциируется просто, как мы задротили только так. Ну, столько времени было проведено на этой карте, это просто ужас. Да, и сейчас самый прикольный... Эээ, ты тихо, 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 не-не-не-не, First... Эээ, ты чё? Ты чё, подожди, не-не-не, ребят, ну я как другу детства буду поддаваться, естественно, Игорь Кубаку. Тут понятно, да, что как бы, ну, без всяких этих... Ну, давай, нет, знаешь чё? Мы с тобой это не обговаривали, я так предложу, чисто в Новый год ворваться, как бы, на Десярик сейчас сыграть. Ну, давай, давай. Короче, Best of 3 на Десярик, да? Да. Окей, так, хорошо. У меня, знаешь чё, я слышу твой голос, и мне хочется сразу вот так вот плечо нагнуть, я сейчас просто как раз на вебку... А, ты чё? Это чё такое было? А, 19 всего, что-то. Ты чё делаешь? А ты чё, специально выжидал, что ли, хотел меня это, зарезать? Да, да. Понятно. Я стоял, смотрел на тебя чё-то. Короче, у меня вот так вот плечо сразу тянется к левому уху, потому что, когда мы играли 20 лет назад, не было никаких... Да даже Аськи ещё тогда толком не было, кстати. Ну, то есть, нет, ну, Аська была, но там же нет... Ну, да, там нельзя было, там только переписка, Аська, может, да, конечно, была уже тогда, но, короче, чтобы созвониться, это только домашний телефон, вот так под ухо его кладёшь, вот так вот наклоняешься, играешь там в 1.6. Да, мне кажется, у нас деформация позвоночника. Да, так у меня реально, без шуток, у меня вот как раз в то время произошло искривление, мне кажется, в том числе из-за того, чтобы так очень... Чё такое тут? Подожди, а у тебя какой, кстати, премьер, у тебя там, например, как у меня, да? Да, да, плюс-минус. А в CSGO у тебя какой? Слушай, а ты задолбал, слышал? Чё за фигня, подожди. В CSGO чего-то там Лемом уже был, по-моему, да? Но максимум, да. Я тоже был Леном, я дыбрил очень давно. Это было очень давно, это было не... Всё, тихо-тихо. Успокаиваем, успокаиваем, Игорька. Вот, поэтому сегодня мы решили такую необычную серию специально, как воимку, там, не с Яриком, не с Мишконом, а вот так чисто поболтать. Начинается, блядь. Начинается! Ну, Игорёк, ну, блядь, ну, так не делаю, это дело, реально, так не делаю. Десятка, как бы, не пахнет. Тоже, согласен, согласен, тут не поспорить. Так, 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 сейчас, короче... Ага, понял. А, понял, 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 я тут у меня не увидел, всё, хорошо. Тут там коленцы... Всё, 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 вопросов нет, вопросов нет. Да! Ну, ты меня просто на тайминге ловишь на жёстком. Примерно такие, чтобы у меня были... А, нет, тогда тайминг сло. Туда можно вывалиться? Да, да, я то, что сейчас увидел. Тогда таких, мне кажется, вообще словечек не было ещё 20 лет назад. Слушай, на самом деле, ну, реально классно, что... Ну, блядь, ладно, всё, 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 ладно, всё, сейчас реально подумал, что я тебе поддаю, всё, я, короче, включаюсь. Мне просто интересно тоже поговорить про какие-то моменты, знаешь, про поностальгировать, потому что... Блин, я вот помню, что Source вышел, уже всем не понравился. Помнишь, вот эту вся рушь? Source, да, особо не играли, я сам-то играл, там, я не знаю, часов десять, наверное, всей своей жизни. Вот, и, получай. Это я тебя просто должен запиздеть тоже, чтобы не только я разговаривал, чтобы ты тоже рассказывал какие-то истории, тогда будет честно. Короче, да, мы Source, Source вышел, он как-то... Он как-то... Да, 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 курс... Оооо, вот это соимелось нормально на голову твою, нормально, нормально. Короче, Source не зашел никому, это как вот правило, так же сработало с CS GO, когда она вышла, тоже где никто не играл. Не, ну, кстати, не, в CS GO-то быстро все перекатились доставки, но просто никто не стал. Мне, да, мне больше было привычнее почему-то, вот, 1,6 я прям любил, очень долго, и прям мне было... И крепко. Я же знал, что ты там, вот, я же все прекрасно понимал. Понял. Ладно, хорошо. Да, не, не, ребят, на самом деле, знаете, моя задача просто сейчас побольше поговорить, взять у Игоря интервью, так сказать. Раскрыть личность эту замечательную, которая... Игровую. Да, 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 игровую личность Игоря просто. Блин, ну это, конечно, классно, кто бы мог подумать тогда, 20 лет назад, что вот так вот мы с тобой будем в какую-то там CS 2 играть. Да, на FIPULDAY. Ты, кстати, не, ну я должен, я, понимаешь, я должен унизительный сделать один, один унизительный должен сработать. Давай, давай. Сработал? Ладно, подожди, у нас еще все впереди. У нас все... Блин, ну вот плохо, что эти гранаты не берутся почему-нибудь. Да, почему-то вот самая фишка FIPULDAY в том числе была, что ты мог в бассейне взять эту гранатку, и на следующий раунд она очень... Слушай, ну, как правило же... Ты помнишь, какое мясо на FIPULDAY сюда происходило? То есть, ну, сколько еще... Да, особенно, когда там игроков по 20, по 30... Да, ты просто начинаешь, там сразу, блядь, кто-то спаунился друг напротив друга. Ныкаешься в этих толчках до последнего, чтобы покрысить. Да. Кушай, 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 говорю, кушай. Это уже такой новогодний оливьешка сейчас выкормил. Вкусно. Бля, классно вообще. Я никогда бы не поднул, реально. Жизнь удивительная штука. Да, карта даже есть эта. Так да, вот я говорю, недавно, вот под конец года только... Ага, классно. СН-6. Вау. Под конец года только добавили возможность вот опять создавать, как это было там в CS GO. И мы уже, конечно, поиграли без записи, но... Как бы решили зафиксировать, так сказать, этот момент. Не, унизительный должен быть, Игорь, я сразу говорю. Ну давай. Давай, я поддам тебе. Ага. Можно без поддаваний. Да, без поддаваний? Чисто так, как бы. Ну чисто как в 2004-м, давай. Опа. Тихо, тихо. Нет, 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 ну бля, я спопал, я спопал. Минус 92, бля, бля, кушь попал. Так, все, ладно, ребят, давайте. Я, конечно, не против с Игорьком, как бы, провести побольше. Сань, ну ты че-то это, давай. Я только проснулся, время знаешь, шока? Десять вечер. Чуть, у меня же всегда такой ебанутый режим был, кстати, да? По-моему, абсолютно всегда. Даже как-то в школе, когда мы учились, я все равно умудрялся позже всех ложиться. Ну и позже всех приходить в школу, в принципе, тоже. А, я брыбый, брыбый, брыбал, все? Да, да. Выбись. Ну ладно, ладно. Не, мы пока, знаешь, мы пока поспоминаем какие-то моменты из этого. Кстати, я знаешь, что вспомнил? Мы, по-моему, никогда даже, то есть, ну, в школе, типа там на 50 рублей, на 100 рублей, мы что-то не играли, да? На бабки. Слушай, ну я играл только это. Ну, один играл на этих. Ну, на сайтах, короче. Я на деньги играл. Ну так, по мелочи. Тогда, в то время еще? Да, да, да. Там, может, вот, подкап был, еще что-то было. Да, я даже не помню. Очень давно. Так, мне кажется, это уже позже же было. Это же не могло быть, типа, в 2005-м точно такого не было, мне кажется. В 2005-м-то не было. Не, не, это был год 9-10, наверное. А, ну тогда, да. Я помню, что у меня больше, там, 8-9, помнишь, Влада, который сервак создал. Да, да, там где-то до сих пор есть скриншот с этими зелеными человечками большими. Я там отмечен на этой фотографии. Короче, чтобы вы понимали, в то время, ну, типа, создавать там всякие паблики, на которых мы тоже, естественно, проводили кучу времени, это было прям вообще топом. И, короче, ну, у нас друг создал тогда какой-то сервак. Ну, кстати, был, по-моему, нормальный, типа, сервак, да? Такой. Ну, там он не пустой был. Да, не пустой. И, типа, знаете, вот эта фишка, админка там за 30 рублей, админка за 50, а там кореш просто выдал эту админку. И мы такие, ебать. У нас есть админка, да, паблики всякие. Блин, и тогда можно было всякие штуки менять, типа, что-то еще. Так, короче, давай, Рэдди. Мы только это. Бля, у тебя эхо пизда, конечно, ну ладно. Как будто реально в нулевых просто. Ну, где-то в компьютерном клубе засели, как бы, и решили просто зафиксировать разговор. Что-то странное. Да, ну ты, кстати, не жаловался обычно на это. Так, что? А, прям с... А, ну тебе пизде. А, 35 хп, ебаный врод. Ты же помнишь? Мне кажется, мы с тобой просто были асами в 1.6. Вот это вот ныряк. Я вас не очень любила. А мы как, на миду? Давай, на миду, да, давай, на миду. Ну, потом просто, а, я предлагаю играть. Ты же знаешь, да, как резать в кс-гол в кс-2? Ну, типа, тут надо лево-лево-право. Просто раньше... Просто раньше всегда было, типа, право-право, типа, быстрее было. Ай! Я немножко натренировался. Я немножко натренировался. Слушай, ну, не, раньше было лучше. Раньше, типа, два тыка правой кнопкой, это было, типа... Надо было еще тоже посчитать. Так, а, свитч или стей? Ну, давай стей, что, я начну за Т. Так, так, так. Ну, что? Без меда, шорт и лонг, я думаю, да, наверное, как. Так, я не знаю, как на тактику или на красоту играть, вопрос. На мужика. На мужика, ну, давай, ладно, мужика, это как старые добрые. Ну, давай, ладно, хорошо, я так попробую. Блин, фестайм не поменял, ну, ладно, придется там монтажер в лишний момент, типа, вырезать этих простых на спауне. Так, ну, что, ты же понимаешь, да, что я, как пацанчик, сейчас пойду, ну, как бы, на лонг, как бы, сделать жесткую открывашку, тебя ловить в дверях. Я, конечно, смогли, купил, что ли? О, начинает. Где шлем на лонг, где-то вообще? Я слышу, что что-то, где-то дымочек такой-то. Кидает там, где-то. Яму чехнуть не хочешь? Не, не хочу. Ладно. Ничего. Я сам в яме. Ты понимаешь, да, я что, должен, как бы, ты должен защищаться, я должен атаковать? Ну, примерно, да. Есть логика, да, в этом? Прослеживается. Ты мне, а если что, минус 52 дал хаешку, просто ебало сразу. Так, я не знаю, я тебя в дискорде немножко потише сделаю. Да, без проблем. Вот делаешь, что тебе хочется, ты хозяин этой жизни, поэтому. Ладно, я немножко повыебываюсь, а дальше я просто, ну, ребят, начну сейчас, как бы, сейчас я в любом случае, да, если должен затащить. Аимка, я думаю, многое решит. Не знаю, меня как-то Аимки, кстати, классически, никогда не привлекали. Вот тот же Fight Pool Day, ну, реально, намного пизжит, мне все это казалось. Аимка, это, типа, на скилл как-то вот это задротство было. Мы вроде как-то играли, играли, и нам было хорошо. И так, что тут вообще? Да, проверка связи, что, нормально все? Да, ну, вроде, да. Что, ты уже прибежал? Да. А, ты что, блин, фокашел? Смотри, у меня жесткие эти ваншоты летят, сразу говорю. Ты заебал прям поебалу, ты сразу, ну, куда ты, блядь? Ты! Да, сегодня, окей, тренируйся. Подожди, 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 не, не, ребят, если что, на самом деле Игорь в Cloud9 играет, это вот, вы забыли это. Это запасной игрок. Да, запасной, он не выходит, он на скобейке сидит все время просто. Поэтому я решил, как бы, с ним сыграть и посмотреть на его скилл. Я ему не дам сейчас выиграть, конечно, само собой, понятно. Ты, конечно, прости меня. Хорошо. Вот. Что еще интересного из таких историй-то рассказать можно? Я помню, что у нас было две основных игры, это вот КС-ка 1.6 и Live4Speed чуть попозже. Ну, это, блядь, ты все время говоришь, я все-таки больше говорю про, мне кажется, какой-нибудь 2000, там, хотя бы шестой, да ты заебал! Почему ты начал настегивать через дым именно туда, где я стоял, я хотел тактику суперскую, вообще. А я просто увидел тебя, ты немножко ушел в сторону. Хорошо, ладно. Ладно, давай, давай посмотрим, ты сейчас будешь способен. Давай. Live4Speed это 2009 какой-нибудь, но не 2005, а 2006. Я так говорю про то время, когда вообще, вот, я еще вот, ну, как бы, вот, самый-самый смак. Нет, еще тогда, вот, мне тогда уж больше, если уж 1.6 мы говорим, это какая-нибудь, какой-нибудь Underground 1 и 2, NPS-очка, в которой мы тоже нормально так времени проводили. И, наверное, ну, Vice City, San Andreas, вот как раз только-только вышел. Можно без софта играть, пожалуйста? Да ты ж... Блядь, подожди, что? У тебя что, блядь, твоё оружие это FAMOS, блядь, или что? А, блин, почему ты с моим ходишь желтым? И у тебя такой же. Это мой желтый. Пиздец, блядь. Я думал, ты же меня девайсов. Так, все, ребят, ладно, ну, как бы, сами понимаете, я сейчас в виде такого интервьюера, вот, как бы, мне не до игры, поэтому я, как бы, тут, ну, и Игорю хочется, как бы, подарочек новогодний сделать, поэтому... Ну, все, ладно, шутки закончились. Честно, заработаны, получали. Шутки закончились, все, прям сейчас Игорек будет отлетать жестко. Так, смотри, вот сейчас жесткая флешечка на лонг, и ты под такую просто сейчас настолько ослепнешь, что просто, блядь, не поймешь даже, где, блядь, я нахожусь. Да, что-то ты не заделаешь. Ну, это ничего страшного. Откуда ты, блядь, здесь-то уже? Я, блядь, ты как телепортируешься-то, я не понимаю. Нет, он там только раскидывал болик. Че? На спидхаки просто. Бля, читы... Не, ну, кстати, не без этого, не без этого. У нас, конечно, тоже было... Я помню сидихак. Да. Это, наверное, самое... Я, кстати, недавно подключал свой старый жесткий диск к компу ради интереса. Я там нашел папку с читами на CS 1.6. Там прям целая, это, коллекция разных была. Блядь, ну я последний раз играл с читами, получив вакбан на свой первый Steam аккаунт. Это был Сурс. Я даже в CS GO ни разу не видел, как читы выглядят. Ну, типа, это уже такое, врикаешь, что CS GO, ну, блядь. Слушай, а я, кстати, видел, знаешь как? Как? У меня... Сколько? Десять лет назад уже получается. О, честное. У меня десять лет назад... Надо заговаривать. Че, 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 че десять лет назад... Украли аккаунт в Steam, и я экзамены сдавал выпускные. И, в общем, суть была в том, что я месяц не заходил вообще в Steam. Потом я захожу, и такой... И не захожу, получается. Неправильно все. В общем, украли аккаунт, поиграли на нем с читами, там вакбан висит. Там шмотки всякие остались, из CS-ки, еще что-то. Я посмотрел записи, там же можно было демки скачивать на тот момент, и смотреть их. Я посмотрел, как там чувак повеселился с читами на моем аккаунте. Слушай, ну а ты понимаешь, что пока сейчас могли стоить девайсы, которые там были? Да, там... Там есть МП-9, который, я помню, когда он мне выпал, он стоил... Что? Что? Минус 83, понятно. Короче, этот МП-9, он мне выпал тогда после какой-то катки. Я, как сейчас помню, он стоил что-то 22 рубля, я такой... О, круто. Это хоть хот-род там, бля? Прямо с завода. Последний раз, когда я смотрел, он, по-моему, на площадке был 9 тысяч рублей. А как он называется-то? МП-9 хот-род. А, хот-род, я угадал. Там есть такие всякие девайсы. Такое, такое, да. Никто тоже был у него под... Бля, ну, если уж то-то пошло, на всякий случай тоже расскажем. Я думаю, что зрители разных возрастов, и может быть, кто-то не застал-то вообще ни 1,6 ресурс. Но, на всякий случай, просто скинов тогда никаких не было. Даже, в принципе, моды не было такое, что, типа, вот ты заходишь на какой-нибудь паблик, и там у тебя скин какой-то другой. Ну, типа... Нет, на пабликах было что-то, но там такое, это как бы... Ну, это очень... У меня ассоция именно вот, что какие-то скины, это все-таки go. Это все-таки, ну, как бы, вот именно в go пошло, а раньше такое, как будто моды... А это такой фейкующий, это, типа, чтобы ты подумал, что я вниз дропнулся, видишь? Так я аж видел, что ты выкидал. А, ну ладно. Это уже не важно. Не, короче, раньше все было совершенно по-другому, и, ну, типа, не знаю, вот 1,6, все, паблик какой-нибудь. Вот сейчас я недавно, по-моему, в прошлом году как раз-таки заходил в 1,6, до сих пор есть эти паблики, только там уже сидят не школьники, как тогда, когда мы играли, а вот реально дядю, блядь, лет 40, вот-вот. А заводчане, заводчане. Да-да-да, и там прям вот такая атмосфера до сих пор, я не знаю, то есть есть реально прям старожилы, которые играют до сих пор именно в 1,6. Бля, где ты опять находишься? Хватит я, митя. Слушай, ну ты понимаешь, да, я тебе... Тактика просто запиздеть соперника, вот, а дальше показывает, что на что ты способен, вот. Ну ладно, Сань, ты не расслабляйся. А, я не расслабляюсь? Да, сейчас все будет. Сейчас, подожди, посмотрим, как ты еще за тем, блядь, сыграешь. Ты, я понял твою ошибку, ты лезешь куда-то. Тебе надо просто защищать точку А, и все будет хорошо. Слушай, ну, я на мужика играю. Тоже верно, тоже верно, тоже верно. У меня в запасе одна победа есть полноценная. Ну, слушай, ну, кстати, а имку я охуево играл все время, не знаю. Вот прям для меня это какая-то, какая-то сложная темка. А, блядь. Фейкующий дым. Я что-то посмотрел на тебя и даже кнопку не нажал. Кстати, а мы с ВП? Ну, может, с ВП. Я с ВП не играю, но, будешь... Ну, тебе пиздец, как бы, сразу. Мы можем просто, просто как бы сейчас вот, ну, слислутся. Саня, ну, давай. Чего? Да, кстати, и вот я, я, честно, все пытался вспомнить, кто лучше из нас, типа, играл там в 1.6, я не помню. Ну, я не могу сказать, что я лучше или ты лучше. Мне кажется, ну, как... Ну, да, я тоже, честно, примерно одинаково все играли. Но на самом деле, вот этот опыт, типа, то, что мы там в 1.6 кучу времени проводили, он нихрена не влияет, то, что, ну, механик игры совершенно другая, абсолютно просто. И... Какое-то несравнимое. Ну, что ты там сидишь, ну, дядя, ну, что ты там... Так, подожди, СВП же! А, в смысле, я думал, ты... А, я думал, ты тоже СВП будешь, я? Нет, у меня денег нет на ВП откуда? Да, я что-то подумал, что ты сидишь там, СВП, то, давай все на ВП. Собо, ноу-скоп, и чем сейчас все это. Ну, давай ноу-скопом родим, керет. А где встретимся? На Ланге, наверное. Ну, давай. Ну, конечно, блядь, там дверь, блядь, дверь мне. Ну, окей. Хочешь, не хочешь, там и будем. Ладно, тогда я приду, ну, сам, сам ищу. Может, ты ко мне придешь? Да. Сейчас. Так, жестко, жестко, сейчас. Сейчас жестко тебе вот так вот, вот так вот. Хватит кидать свое... Так, все, ноу-скоп, да? Да. Сто процентов. Понятно. Че? Рыба. Блядь. А, подожди, а ха... Ну, ладно, похуй. А. Тихо, 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 тихо. Все равно решаться-то будет другое. Блин, прямо над головой. Бля-бля-бля-бля, подожди, не-не-не-не. Сейчас, 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 сейчас все будет. Сейчас все будет. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 по пяточкам. Да, бля, куда? Я на самом деле нормальный ноу-скопер, честно. Я хуй знаю, как так получается. Ты где? А ты где? Че-то там за ящиками сидишь-то. Каким ящиками? Я ничего не знаю. Да за ящиками. Да каким ящиком, блядь? А, ты там, блядь? Ну, заебись ты придумал, конечно. Дядь, сейчас будет голова. Бля, это пиздец, я говорю. Вышибы. Вот она, вот она, шальная, шальная, шальная. Давай, скажи, сейчас, за счет рандома выиграю вот это вот. Ну, да, да, это, конечно, шара просто залетела. Понял, понял, понял. Ну, давай, посмотрим сейчас на тебя. Давай, ни одного раунда, хочешь ли я, ни одного? Вот, реально, сейчас, включаю киберспортсмен Александра Булочкина. И сейчас... Какой по 2000, что? Че за хуйня? У меня по 2000. Кто по 2000? Ну, это песик, блядь, по 2000. А, я с ним ладу попробую. Я не менял ничего. В смысле, на юз должен быть. Ну, ладно. Ладно, ладно, хорошо. Так, смотри. Тогда что можно еще вспомнить такого интересного? Ну, на самом деле, в КС-ку, мне кажется, у нас, типа, в классе играли не все. Типа, это была реально проблема. Да, это была реально проблема, что... Не показал, что я тебе голова попал? Казалось. А, вот я попал. Не, я шкал, это без вариантов, Игорек. Ты, как бы, ничего личного, извини, сразу. Ну, как бы, я просто так, знаешь, дал тебе возможность немножечко на расслабончике. Так, сейчас надо... Сейчас, ладно, попробую тактику, которую лучше никому никогда не пробовать, но я попробую. С игрем можно. Понял сразу? Да-да-да. Блядь! думал сейчас от бляжа льда я просто не залетел вот это зиглоса а так как сразу понял то но это логично было зачем туда дым кинул не всегда его кидают киберспортивный хорошо типа на самом деле давление за счет этого и все это не шаришь короче это такие расибир спортивное давление за счет дыма да я иду потом научиться могу уроки дать окей давай скажу там пару вещей я да я уже записал заметки ты читаем и такое я ж вижу что на шахту реально видно но реально можно прочитать челу ты реально читаемый чел ой ёбаный что ай блядь ну ты задолбал у тебя реально им какие-то на это самое на гранаты ну я натренировался что ты я не попал 30 это я снял чего 30 попал один раз мне ладно все 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 сейчас подводим промежуточный итог на этого за финалем потому что как буду такая сняла не делается так ты считаешь дым на лонгу то я всегда в нем правильно прямо нет нет ты же сам сказал что я в оправе то его не просто так кинул все понял хорошо так смотрим там проверка номер дай еще раз жду пока ты будешь шить я вон там же все находятся что-то там стреляет так что у меня фейканул жесткая понятник чел жестко конечно решил решил жестко получил такой а такое такое не знаю попал звон черепушки мне понравился сейчас скачки нормальность накосу до черта минус 4 было чё а куда она там залетела но у меня вопрос куда моя каешка залетела тоже неважно так сейчас показываю один раз эта тактика называется соблезубый орел так ну сейчас увидишь даже не могу раскрыть секрет дуэту но я смотрю просто на это представление короче я вспоминаю опять же про свой кстати вот стимка у меня забанен был стим 2008 когда я в сурсе играл у меня даже аккаунт вызвался первый нет у меня первый аккаунт вызвался иришка забыл помнишь из кого но я подозреваю короче вот так вот сейчас я тебе напишу вот вот так у меня был логин я до сих пор помню я я пытался в него зайти на последний раз году в двенадцатом и как бы там уже пиздаем я думаю что его изломали уже давным-давно и а подожди почему теперь там пользоваться вак получил а это мой первый единственный вак как раз таки иду тогда вот уже стим нам начал тогда мы играли тоже 16 было типа пиратка ну да все на этих играли там версии 35 ну да да какая такая темка была то есть принципе лицензионную 1 из 6 стиме вот полноценно там не коннекса по и пи а можно было там поиграть с другом это не ну не игрок да вообще не буду я ни разу не попал к сожалению это так короче раньше ты все время находишь сервак либо где-то и потом типа connect айпи либо самое либо ну через поиск который есть в самой кс и вот и в стиме то есть не было принято там что тут у тебя там друзья еще что то то есть это вся стимус к тема пошла мне кажется года с девятого десятого тогда все еще сидели на одних и тех же пабликах у меня не надо ли там друг с другом как то есть это ты должен был где-то я уже не помню где мы находили какие-то сайты на на были до с этими пабликами ну да в основном поиски находили я вжёгся нормально все дослушайте в порядке все что надо на вашу на 1 еще залететь как будто были у меня пилошельная ну не я не это шансик это такой маленький шансик сейчас был дан на всякий случай просто ну что тебя не обижать тоже блин так сложно то есть мы сейчас не готовили какую-то специальную речь чтобы сегодня тогда рассказать прям но мы ну я решил просто вот и кинул игорю предложение типа давай вот сейчас просто заберемся там и по ностальгируем и поиграем и как бы там да и вообще уехать должен был уехать мне кажется это классно все равно какие-то интересные вещи все но то есть в моменте он не вспомнишь да не окунил что там на 20 лет назад но что вот помнишь в целом на же время так прилетела на самом деле очень пиздец а я не могу поверить что типа там 20 лет а пример понял что ты там что ошибочка ошибочка сейчас вышла вот ошибочка фатальная башу вы понимали тогда на тот момент не было но опять же блять почему-то мы с игорем говорится но разных временах он больше все-таки ближе к десятому году а я все-таки вот не знаю вот кс это все-таки там середина нулевых годов для меня не она просто понимаешь я в кс-то активно начал играть в каком году там шестом седьмом седьмом наверное даже скорее как бы и там вот года до 12-13 потом в голову в голову перекатился ну вот у меня просто немножко да видимо у нас с ним разное хотя блять а знаешь что вот карта какая-то вот захотела карта больше всего в например один и шиповыш меншин нас же охуенно монтон да а я его и его и моего на нем хоть и играл чё соловьи играл не на них соло же скал соло на каком-то паблике что ли я играл пацанчик даже не чувствует чё ты чё ты чё ты чё ты чё ты чё ты не не все-все-все ладно давайте ставим точку и наимки уже без всякого лишнего вот этого этих разговорчиков мы сейчас сделаем красиво все так давай ладно я дам возможность сейчас еще ну если если у тебя еще продемонстрировать может вам сейчас это сделать а я в случае с нас не чаще получится не получится обожит финальный ра они не финальный надо финальный для меня не не сейчас я поставлю пока тебя даю просто возможно продемонстрировать реально весь свой багаж вот поэтому ты можешь можешь пока аккуратненько неплохо не надо реально было неплохо мне прям очень понравился сейчас дальше было прям ништякой что прям очень ну зачетно зачетно что сыграл вот это называется тактика это вот это вот знаете запутать врага но игр может в этом головка бегала туда-сюда поймать не воспаливался я сдвигался ну подозревал да а ты чё смотри обманки у него с детства все остались чего он все время вот так вот такие же а ты кстати помнишь что я обожал почему-то вот у меня это осталось до сих пор просто не могу даже все равно во всех своих сериях сейчас в нынешнее время продемонстрировать свой скил потому что у меня осталась эта тема повыёбываться там через стену прострелить вот эта вся хуйня ты же помнишь в 1.6 тоже особенно учитывая все эти стены простреливающиеся я же прям вообще пытался все время лишний раз через стенку кого-то там как-то но это был вообще любый чит-кот на самом деле в кс 1.6 эти стены все да особенно если ты заходишь с читами ты можешь в принципе на респе стоять тебя как бы там с другой стороны карты мне кажется в 1.6 было проще играть на самом деле ну возможно но опять же если ты сейчас зайдешь в 1.6 я думаю что я кстати ради прописал я думаю что ты охренеешь потому что надо просто перепривыкать какое-то время все равно да я думаю это быстро особенно знаешь когда долго не играешь у тебя вот первые игры они какие-то прям такие ну да ну кстати ребят может нам с игром в 1.6 следующую серию число какие-нибудь тоже пайпу дэйчики так а чё а рейди что я прописал рейди хочу я рейди рейди ты беги думаешь на чём все пиздец рано в ради рейдит один дымать жжем три минуты туда получается так кучу решающая решающая им очка час тех 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 ты оставь это прибереги только теснило сейчас через ящик снилось а снилось да я не знаю смотрел так на записи может быть зафиксировано а хорошее открытие без вопада побед не ну я им я говорю я сосуду сейчас просто хочется как бы закрепить какую-то такую на что-то типа нет мини победа какой-то поэтому возможно это будет сухую но не обещаю возможно но сухой уже не получилось ну слушай ну ты же мой друг сутки я же не буду я же до стопы тоже не буду что ты там не игорь а вот я сейчас активировался как уголек поэтому как бы все сейчас пальчики разомну давай давай я как-то вот и не знаю все равно вот и не могу слышать голос игры конечно другим совершенно 20 лет назад но почему-то у меня все равно хочется вот кого-то водила 6 окутаться на прикидь на паблик зайти с удовольствием там можно очень разъёб устроить там же такие как мы сидят все равно нормально поболтаем там за завод поговорим с ними это прикинь вот влад который маривал сервак тогда это был получается наверно 2008-2009 вот это я сказал что это взрослый дядя ему тогда было сколько лет двадцать четыре года где-то мы не меньше 20 было ли не мне кажется почему-то он был уже тогда двадцатка сейчас ему ну даже если 20 был 2008-м то сейчас ему при цироке почти 40 да ахуеть пизда я увидел в шестнадцатом году случайно на самом деле влад это легенда это это первый такой онлайн-друг который тоже был в питере и вообще если бы не он я может быть первую машину ты не купил бы свою только тогда я должен был быть запорожник постоянно скидывал видосы до его запорожца короче просто угарный чел которому было там наверно когда мы с ним познакомились ему было реально меньше 20 вот а мне там было сколько получается 13 наверное 12 и он что-то там как он угорает на даче этом синяя вина блядь из упорожца блядь я туда просто жестко захотел тачку так что вот так вот друзья с малого все с малого все начинается но с водом мы кстати познакомились я помню в этом же вообще это же фотоут 2 помнишь как я задротил я же вообще был задротом я просто там каких-то чемпионатах на этих юкосовских сайтах какие-то команды что-то там куда-то вступал где-то мы там кого-то кого-то там представляли и вот тапочек у чувака них был влада и вот он бля тоже разъебывал я хоть недавно играл во второй cutout это 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 пиздец вот для меня тоже эта игра тоже мой 2007 условно год и не знаю это великолепное время было ну короче вот и я влада видел крайний раз у меня был porsche мы на мойке с ним встретились уже не подходит такой а я смотрю лицо знакомое восприкинь я не видел тогда сколько лет лет очень много сколько и он подходит такой типа вот типа влад тапочек я такой ебать бля тапочек ник конечно пиздец уже маленьким буквами был написан прикольно стилево творилось стиль стиль никнеймов того времени это неповторимый стиль да семерочки слэши клубочки все используют свой у тебя какой-то стил manual the palm было что-то такое там был да всякие был да д д д дны какой-то такой за это штука такой до пол дистро равchs краш были там теми только не был до их были замул резуа пикс это пиздец легендарная вы просто нет очка из Products аута по Решил Я немножко может быть сейчас это чуть-чуть так позволю себе лишнего Где ты где ты отходишь вопрос Нихуя Нихуя Труе ну ты можешь можешь Так щас Слушай это прикольно на самом деле встречаться с людьми какими-то из тех времен Я тоже года три назад что ли Заобщался с челом случайно Я даже не помню где предустоятельства И что-то мы начали обсуждать компьютерные игры И выяснилось что мы вместе играли в leap for speed Аааа Ну в leap for speed и да тоже у нас было куча 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 Что ж такое то? Чё ты бля Выкидывал Сколько здесь снял? А 808 А 808 808 да Да Ну сейчас этот камбейт жестко Leaf for speed да у нас тоже уже дофига всяких Сейчас даже попробую жестко еще Сколько? Вот сколько сейчас? Я вообще не летит Ужас то какой Позор Ну всё сейчас с алей блять В leap for speed а кто там был? Подожди я тоже много кого знал Слушай я вот сейчас уже сам не вспомнил Он мне тогда сказал Там же были еще всякие команды Те кто на лицухе играли Те кто не на лицензии играли Там куча ж всего было Ну да кстати Ну это блять тоже отдельный мир Да да Так возможно что Еще что? Так мы там помним одних и тех же людей Я попадаюости Сев все? Эээээ нет Чё там побегаешь? Тоже А блять это был этот самый?! Да, 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 Сань. Сейчас как бы панели пропал. Блядь. Нееет! Блядь! Ну ладно, ладно, хули, чё. Слушай, ну мы, да, были близко, очень близко. Ну чё, блин, это было классно, всё равно мы вспоминали какие-то моменты. Я думаю, что в целом, если ребятам понравится, мы можем также и в 1.6 ворваться, чё-то, может быть, тоже по сути удовольствиям. Я бы, знаешь, я бы в лифтфордспид очень хотел ворваться, на руля нет, к сожалению. Блядь, лифтфордспид, да. Ну это вот, да, это тоже время, когда... Ну слушай, а это многому уже вообще научила игра-то? Так-то по физике, по дрифту, по своему... Слушай, но базово лично у меня... Я помню, что когда я первый раз сел на машину, которая едет боком, это было зимой, это вот Сиера была твоя. Угу. У меня не было вообще никаких вот, как сказать так... Я сразу понял, что нужно делать. Ну да, да, да. На самом деле я вот тоже всегда в играх говорю, что вот меня гран-туризм многому научил, Лифтфордспид тоже боком научил ездить. Поэтому это на самом деле очень многое дает. Ну что, я думаю, еще встретимся. Спасибо за игру. Обязательно. Десярик сейчас улетит на карту. С Новым Годом, с Новым Счастьем. А мы, друзья, увидимся, ну, в ближайшее время, где-то в какой-нибудь игре и в какой-нибудь новой зарубе. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok